Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Инновационная разработка. В Бобруйск доставили лекарства от COVID-19. В состав входят два основных противовирусных компонента. Кому назначают препарат? Лобовая встреча. На Минской произошла серьезная авария. Произвели деблокирование водителя одного из лиховых автомобилей при помощи специального инструмента. Сколько пострадавших? Подарок на Рождество на площади Ленина зальют каток. Принято решение установить старую хоккейную коробку. Где взять коньки? А также международная политика. Экспортные горизонты и свои роботы. В белорусских школах появятся профильные инженерные классы. На что акцент? Сила в единстве. Президент принял участие в саммите ОДКБ. Повысить сплоченность и солидарность участников организации и работать на авторитет военно-политического блока в мире. Такие глобальные цели ставит Беларусь, который переходит председательство в организации договора о коллективной безопасности. Приоритеты Минска представил Александр Лукашенко на саммите в Ереване. Глава государства четко очертил все геополитические рамки, называя вещи своими именами. Знаете, скажу, может быть непопулярно, не обижайтесь. Вот то, что я сказал, что о сплоченности и солидарности. Но поверьте, это меньше надо Беларуси и России. Мы как-нибудь солидаризируемся. Мы уже это продемонстрировали. В это непростое время. Это больше надо вам. Поэтому не надо сегодня рассуждать, что вот там кто-то победит, не победит. В Украине ОДКБ развалится. Если ОДКБ развалится, это просто будет для Кыргызстана, Таджикистана, да и для Казахстана. Большей трагедии, нежели Беларусь и России. Поэтому давайте в это непростое время не будем рушить то, что мы создавали. По итогам Ереванского саммита подписан пакет документов, который поможет странам взаимодействовать лучше. В следующий раз всех лидеров ОДКБ ждут в Беларуси. Кошмар наяву. На Минской столкнулись три иномарки. Авария случилась около полудня на выезде из города. Водитель Пижо не справился с управлением. Врезался в попутный Мерседес. После его вынесло на встречку через разделительную полосу, где произошло лобовое столкновение с опелем. Пострадали четыре человека. На место прибыли две машины скорой. Понадобилась и помощь сотрудников МЧС. Спасатели произвели деблокирование водителя одного из лиховых автомобилей при помощи специального инструмента гидравлической установки «Халматра». Работало девять работников МЧС. Возгорания при ДТП не происходило. Движение временно было перекрыто в обе стороны. В том числе затруднился проезд общественного транспорта. На месте работала следственная группа. Специалистам еще предстоит разобраться в обстоятельствах. ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными на дороге. Спешка может стоить жизни. Доступное жилье, антисанкционный электробус и новогодний атрибут. Лесхозы Могилевской области планируют заготовить около 17 тысяч елок. Во сколько обойдется праздничное настроение? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Регионы Беларуси получат дополнительные деньги на строительство жилья. Средства пойдут на выплаты очередникам субсидий, на уплату части процентов за кредиты или на погашение основного долга по ним. Могилевской области выделят порядка 12,5 миллионов рублей. Экспорт из Беларуси в Китай за 9 месяцев увеличился вдвоем. Поднебесная входит в первую тройку наших партнеров. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот двух стран достиг почти 6 миллиардов долларов. Основные поставки – калийные удобрения, лесоматериалы, пищевая и сельхозпродукция. В белорусских школах появятся профильные инженерные классы. Первые шаги уже сделаны. В каждый район поставлены комплекты робототехнического оборудования. Разработана учебная программа факультативов. Современные аппараты поступили в 150 учреждений. Задача – подготовить специалистов, которые смогут работать на инновационных предприятиях. Антисанкционный электробус намерены выпустить в Беларуси уже в следующем году. В новой модели не будет комплектующих из недружественных стран. Останется прежняя техническая характеристика. Заряда батареи хватит на 300 километров. Первые опытные образцы машины появились еще в 2020-м. Лесхозы Могилевской области планируют заготовить около 17 тысяч новогодних деревьев. Елочные базары ориентировочно откроются 23 декабря. Будут как обычные ели и сосны, так и в катках, плюс праздничные букеты и композиции. Пушистые красавицы обойдутся от 8 до 21 рубля в зависимости от вида и высоты. Антиковидная таблетка. В Бобруйске появился препарат от коронавируса. Лекарство SkyVira можно приобрести в аптеке на интернациональной, но только по рецепту. Как сообщает производитель, лечение нужно начать сразу, как поставлен диагноз, или в течение пяти дней после появления первых симптомов. Таблетки необходимо принимать согласно рекомендациям и только под наблюдением врача. Стоимость лекарственного препарата 475 рублей. Обусловлена такая стоимость тем, что в состав входят два основных противовирусных компонента. Разработан этот препарат в России и произведен в городе Саранске. В упаковке 10 таблеток. Рассчитаны они на один полноценный курс в пять дней. Продлевать его нельзя. Лекарство не рекомендовано тем, кто младше 18-ти. Также сейчас в аптеках есть экспресс-тесты для выявления инфекции. Вакцинация, между тем, остается самым действенным методом защиты от коронавируса. В Могилевской области почти 700 тысяч человек получили одну дозу препарата. Дела фабричные. Славянка успешно справляется с санкционным давлением и наращивает объемы производства. Только в этом году плюс 12%. Сдаваться в трудные времена – это не протекстильный гигант. Внешние поставки за 10 месяцев выросли на 25%. Богатая история предприятия нашла воплощение на аллее трудовой славы в сквере на Минской. О сплаве традиций и современных брендов – Татьяна Горбач. Почти за вековую историю славянки здесь, кажется, пробовали все. От формы и плащей для военных до коллекции известных мировых брендов. А начиналось все в далеком 1930-м. Тогда, после объединения пяти еврейских кустарных артелей, в Бобруйске появилась швейная фабрика имени Держинского. Выпускали брюки и форменную одежду для железнодорожников. А к 40-му предприятие уже гремело на всю Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. В годы Великой Отечественной производство остановилось. Освободился Бобруйск, еще в городе дымились танки, а уже фабрика начала работать. Пошивы уже приступили где-то через месяц, через два. В дальнейшем правительством было принято решение о производстве плащей. Производилось в Советском Союзе около пяти миллионов плащей. И вот из них 15% производила фабрика. Модернизация производства происходила на фабрике в 1989 по 1991 годы. В это время мы закупили новое оборудование и внедряли технологии при помощи японской фирмы Джуки Корпорейш. Два года назад модернизация продолжилась. В обновление вложили около миллиона рублей. Начинается изготовление одежды в экспериментальном цеху. От эскиза художника до запуска изделия в производство сложный путь. Сейчас тут уже приступили к разработке новой коллекции школьной формы. В составе натуральные ткани, хлопок, шерсть, вельвет. Допустимо небольшое количество синтетики. Ведь вещи не должны сильно мяться и быстро изнашиваться. Ставка на удобство и элегантность. Учитывая модные тенденции, конечно же, ткани разнообразные у нас. И модели меняются каждый сезон. Новые, новые, новые подрабатываем. Есть такие модели, которые пользуются спросом из сезона в сезон. То есть ориентируемся на покупателя. На сегодняшний день мы разрабатываем весеннюю коллекцию. Но также не забываем, что после весны очень быстро приходит лето. И уже на сегодняшний день разработали несколько моделей летних платьев. Замыслы модельеров-конструкторов реализуются в пошивочном цеху. Оркестр машин и станков здесь не умолкает ни на минуту. За смену производят от 120 до 170 единиц. Все зависит от уровня сложности. Екатерина Гормаш работает на фабрике почти 35 лет. Через умелые руки специалиста прошли десятки тысяч вещей. Модели, конечно, теперь очень сложные. Не так, как я пришла еще молодым специалистам. Ни разнообразие, ни однотипные, будем говорить так. Большими партиями шили. А сейчас модели очень красивые. И ткани разнообразные, и драпы, и стеганые, ну, всякие. Конечно, они сложные, но очень интересно работать. Производственная мощность предприятия более 650 тысяч единиц в год. И объемы растут. В этом году плюс 12%. Сейчас здесь отшивают зимний и весенний гардероб, пальто, куртки, плащи. Конечно, санкционное давление не прошло совсем уж незамеченным. Но руки в буквальном смысле не опустили. За пару месяцев отладили логистику и решили вопрос с рынками сбыта, сырьем и комплектующими. Стало сложнее работать с некоторыми традиционными заказчиками. Но этот период уже пройден. Все трудности, наверное, позади. Как говорит наш президент, санкции – это возможность поиска новых рынков сбыта. Какие-то новые возможности. Они на самом деле появились. Сырье для пошива «Славянка» использует отечественное. Львиную долю продукции отправляет на экспорт. В основном в Россию и Польшу. Внешние поставки за 10 месяцев выросли на 25%. К концу года в планах все 30%. Стратегия предприятия остается неизменной. Трудиться на совесть, обеспечить занятость людей и предоставить им надежный соцпакет. Сдаваться в трудные времена – это не протекстильный гигант. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Все на лед. На площади Ленина зальют каток. Коробка разместилась прямо у главной елки. Размер 30 на 17 метров. Сотрудники ДЭПа уже смонтировали ограждение и утрамбовали снег. Лед зальют в пятницу в 7 часов вечера. Здесь же будет открыт пункт проката коньков. Катание бесплатное. В этом году в связи с модернизацией ледовой арены и установкой новой бортовой системы принято решение установить старую хоккейную коробку на месте катка на площади. Ежегодно в соответствии с распоряжением председателя Бобруйского городского исполнительного комитета утверждается перечень хоккейных коробок, катков, лыжных трасс. Всего в городе появится свыше 20 площадок, где можно сыграть в хоккей и покататься на коньках. Подготовят и три лыжные трассы в парке культуры и отдыха в районе санатория имени Ленина и возле Бобруйской арены. Плюс прокат на бульваре Приберезенском 33 и Карбышево 11. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok